всем приветик траншеи будущего фундамента успешно выкопано на очереди вязка арматурного каркаса для фундамента тема очень важная так как от правильного армирования фундамента зависит судьба дома в целом но на самом деле все довольно просто сегодня я расскажу вам как правильно рассчитывается нужное количество арматуры для фундамента по снипу кто не знает что такое снип расшифровывается как строительные нормы и правила разработаны они и утверждены были еще наверное задолго до моего рождения но все ими пользуются и по сей день и так снип гласит что минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0 1 процент от общего поперечного сечения железобетонной ленты ну то есть в разрезе грубо говоря теперь подсчитаю под свой фундамент высота фундамента 120 сантиметров ширина 30 умножаем 120 на 30 получаем 3600 квадратных сантиметров общая площадь и делим на 1000 получаем 0 1 процент это 3 и 6 квадратных сантиметров арматуры это как минимальное сечение для моего фундамента армировать я буду фундамент двумя прутами арматуры сверху и двумя снизу то есть четырьмя по таблице видим что 4 прута 12 арматуры имеют 4 и 5 сантиметров в сечении а мне нужно минимум 36 так что получается больше чем необходимый минимум значит армирование будет достаточно для моего фундамента также по тому же снипу видим что между продольными прутами арматуры должно оставаться расстояние чтобы армирование правильно работала в толще бетона поэтому на мой узкий фундамент 3 прут продольной арматуры уложить уже некуда учитывая что арма каркас должен быть утоплен в бетоне не менее 5 сантиметров в глубину также основание заглубленного типа высота которых превышает 120 сантиметров укрепляется каркасом со средним поясом арматуры у меня высота фундамента не превышает 120 сантиметров поэтому средний пояс мне не нужен тем более что подвала у меня под домом не будет и полы в доме будут по грунту следовательно бокового давления на фундамент тоже не будет так что можете при расчете нужного количества арматуры под ваш дом руководствоваться этим снипом и таблицей и тогда с фундаментом не будет никаких проблем при условии подходящих под этот тип фундамента грунтов и глубины заложения ниже уровня промерзания грунта для вашего региона для удобства я добавлю таблицу ну и если вы не знали то арматуру нельзя сваривать для фундамента потому что в местах сварки она теряет свои качества на разрыв и особенно хорошо нужно подходить к армированию углов фундамента и примыкающие части к фундаменту поэтому арматуру для дома всегда нужно покупать с запасом в 10-20 процентов для нахлёстов между прутами и для укрепления всех углов с теорией по расчету арматуры для фундамента все в следующем видео будет практика хорошего вам дня до новых встреч